ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. И утром, и вечером здесь постоянный большой поток машин идет. И на данной дороге заторы становятся. Люди сверху, люди снизу. Снизу, когда встают, они потом не могут подняться, им приходится назад съезжать. И утром, и вечером здесь настоящий дорожный коллапс, поясняет местная жительница Светлана Гуликова. Причина видна невооруженным глазом. На заледеневшей дороге колея. Автомобилисты стараются не угодить в цепкую ловушку, но получается плохо. Машина разворачивает, они скользят, не могут развернуться и застревают. В феврале, когда было уже таяние, можно было пройти и прочистить. Никого с февраля месяца здесь нет. И сейчас машины их выкидывают просто из колеи. И когда ты едешь и понимаешь, что ты днищем зацепляешь это все, это малоприятно, честно говоря. Со Светланой согласны жильцы близлежащих домов. Многие из них автовладельцы. Люди признаются, за минувшую зиму порядком устали от каждодневных мучений. Вся беда, говорят, в том, что дорогу коммунальщики не чистят. Они вот когда чистили до выпада снега дороги, получается, до МФЦ доехал бульдозер, почистил. А вот эту территорию просто оставили, не стали чистить. На каком основании, мне непонятно. Мы сейчас можем так удивить, но странно. Все равно должен быть какой-то хозяин, который следит за всем этим порядком. В управляющей компании, которая обслуживает дома по улице Береговой, пояснили. Действительно, за последний месяц получили множество заявок от горожан по поводу нечищенной дороги. Но все эти жалобы переадресовывают в городское управление ЖКХ. Ведь проблемная дорога принадлежит муниципалитету. Нас информировали о том, что выполнена прочистка. Но в настоящее время состояние дорожной проезжей части все равно не удовлетворительно. Управляющая компания занимается обслуживанием только при домовой территории. Мы не можем использовать денежные средства жителей на расчистку муниципальной территории. В пресс-службе администрации Первоуральска подтвердили, дорога действительно на балансе города. И уже сегодня по этому адресу направлена коммунальная техника, чтобы расчистили наледь. Пока готовился сюжет, стало известно, что работы на Береговой уже начались. Кристина Сепьева и Владимир Махмутов. Интера ТВ.